Каждое второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году сельхозпроизводителям страны удалось выработать рекордное количество сырья, а значит обеспечить граждан качественной, собственной, а главное недорогой продукцией. Не отстали хозяйства Ленинского района. Они всегда радуют жителей хорошими товарами, реализуемыми на ярмарках поселений. Очередная такая ярмарка состоялась в минувшую субботу в городе Видное. Ярмарки выходного дня давно уже стали традиционными для города Видное. Здесь местные жители всегда могут приобрести качественные товары по доступным ценам. Здесь найти можно все фрукты и овощи, которые в магазинах не очень хорошего качества. Но большой минус для совкоза Ленина. Встречаемся друг с другом, конечно, только здесь. Но это много перспективы. Потом молоко здесь, пожалуйста, и разливное, и такое. Но есть перспективы, чтобы здесь походить. Да и продавцам очень нравятся эти ярмарки. Ведь здесь созданы все условия для того, чтобы комфортно реализовывать свой товар. Администрация городского поселения Видное бесплатно предоставляет места, где производители могут комфортно разместить свои прилавки. В субботней ярмарке принимали участие все сельхозпредприятия нашего района, а также те, которые перешли в Москву. Всего 23 машины с продуктами. Агрокомбинат «Московский», как всегда, порадовал покупателей свежей зеленью. Серпуховский район привез яйца и кур. Парное мясо можно было приобрести у частных фермеров из других регионов. Даже вновь присоединенный Крым выставил палатку со сладостями из Севастополя. А вот молоко горожане приобретали от колхоза имени Владимира Ильича. Народу много, все приветливые. Нравится вообще. Люди подходят, покупают с радостью, благодарят, что наше молоко самое хорошее. Важный аспект, что 20% от стоимости продукта датируется из бюджета городского поселения Видное. Надо отметить, что цены на многое продовольствие, в частности картофель, значительно снизились по сравнению с весной. Вот сейчас ярмарки закончатся, и хозяйство получит вот эти деньги. Ну, где-то за сезон набегает по 3 миллиона весной и осень, где-то 6-6,5 миллионов хозяйство получает. Ну, интересно, да, это и, как говорится, покупателям интересно, и интересным сельхозтоваропроизводителям. Я думаю, это уже у нас все отлажено. В городе Видное это была последняя ярмарка. Теперь они нас вновь порадуют только в середине марта. Но если вы так и не успели запастись качественными товарами, на протяжении всего октября ярмарки состоятся еще в Развилке, Булатниково и в Новодоржино. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.